Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Сегодня 12 апреля 2019 года. Хотела показать, как перезимовали мои розы. Розы я не укрываю, я их только окучиваю. То есть не окучиваю, а под каждый куст я высыпаю по одному-два ведра земли. С другого участка приношу. Сухое укрытие, конечно, очень хорошо, я не спорю. Я пробовала в том году так, кусты. Но на следующий год буду делать сухим укрытием, стараться. Вот перед вами роза Леонардо да Винчи. Когда я ее покупала, читала характеристику, то есть там устойчивость к грибным заболеваниям и вообще к прочим болезням была на два плюсика. Но я вот не увидела, вот она у меня третий год. В том году я ее даже пересадила от елки, что-то ей там около елки не понравилось, она не росла. Пересадила в том году весной. И вот она у меня прекрасно перезимовала. Я уже ее, конечно, обрезала. То есть цветет она очень красиво, густонабитый цветок. Почти как английская роза. То есть она у меня вот ничем не болела, никакие болячки не хватает. На полном солнце растет. Кустик вырастает очень аккуратный, такой вот шаровидный. И много-много цветов цветет почти без перерыва. Аромат, конечно, чуть-чуть только, но... Ну так вообще очень шикарные, красивые розы. Беспроблемные, самое главное. Вот роза перед вами Мэри Роуз. То есть перезимовала тоже нормально. Она на этом месте уже третий год. То есть вот у нее окучка. Два ведра под куст высыпала. Чуть-чуть только обрезала осенью. И сейчас вот буду ее раскрывать. То есть сначала надо собрать все вот эти листы. Даже листочки еще зеленые. Не подопрела, конечно. Но у нас такой климат, что вот... Зима в этом году вообще была по 39 градусов несколько дней. Здесь вроде она на южной стороне, под солнцем. Ну и сначала собираем все листочки. Вот эти сухие, чтобы на земле их не было. Всякие болезни потом образовываться будут. И вот аккуратно начинаем разгребать. Открывать. То есть вот почки уже набухли на некоторых ветках. А тут еще вот такой слой земли. То есть солнце не успевает прогревать. Кроневая система еще спит, как говорится. Надо все отгрести аккуратно. А потом уже обрезать все больное. Все замерзшее. Тут еще вот сыровато. Вообще, когда с розами работаю, я работаю в кожаных старых перчатках. То есть не надо заморачиваться, покупать какие-то специализированные перчатки в магазинах, искать, деньги на это тратить. Потому что, наверное, кожаные перчатки у всех есть. Очень удобно. То есть под низ одеваю резиновые перчатки, чтобы там земля, мало ли что промокнет, руки не морались. Не знаю, мне вот так очень удобно. Вот уже они такие колючие некоторые. Самое главное все листочки собрать, чтобы вот ничего тут не осталось. Пробовала я, конечно, одну розу под сухим укрытием укрывать. Ставила дуги и за спаном оборачивала, чтобы там вот возле гулял. Мне, конечно, понравилось. Но у меня много роз, и вот как-то надо будет на следующий год позаботиться, чтобы все так укрыть. То есть некоторые розы вот выходят хорошо, вот как, например, Mary Rose, Rose. То есть вот первогодки тоже, конечно, перезимовали, но не настолько хорошо. Но так-то я не очень боюсь за эти розы, потому что, когда я их сажаю, я заглубляю корневую шейку почти на 7-8 сантиметров. То есть у меня был такой печальный опыт, когда у меня 20 роз просто вымерзли. Мороз ударил на голую землю без снега. И вот 20 роз у меня, как говорится, погибли. Ну, теперь можно обрезать. Как говорится, сделать санитарную обрезку. Конечно, все, которые у меня туповаты, надо будет поменять. Ну, то есть вот смотрите, если тут где-то что-то подмерзло, это здоровые древесины или это живые почки, чтобы обрезать. Можно и покороче, не бойтесь. Розы очень сильные, они восстановятся. А если это оставить, это все равно все потом, как говорится, погибнет. Да и лишний раз болячки цеплять. Секатор, конечно, нужен острый. Придется заменить. Листочки вот эти зеленые тоже, они, конечно, все подсохнуты, их надо убирать. Так что не бойтесь, розы срезайте. Они очень сильные. Вот видите, какая хорошенькая почечка. Вот эта. То есть она вот сейчас солнце пригревает, они просто могут засохнуть, потому что корневая система еще не работает. И вот поэтому нужно ее разгребать в землю. Вот эти тонкие, которые внутрь, смотрят, тоже надо убрать. Проредить куст. Потом это не последняя же обрезка. Еще там видно будет, что куда, как говорится, подрезать. А так вот, как перезимовали, мне, конечно, не на пятерку, но все равно более-менее. Как говорится, могли бы лучше. И вообще вот раньше розы я покупала как-то бездомно. То есть не смотрела, как они на болезни реагируют. В период цветения просто брала и покупала. А сейчас уже как-то уже начинаешь разбираться, потому что розы сейчас выводят. Раньше были старые розы, как говорится, на базар пойдешь, купишь там бабушек розовый, белый, без названия, без всего. Сейчас просто столько селекционных, всяких новых сортов. Чем красивее розы, мне кажется, тем она капризнее. Ну вот как-то так получилось. Вот все эти обрезала, которые больные, оставила. Кустик вот у Мэри Рос вообще аккуратный, нравится мне. Цветы очень красивые, густонабитые. После того, как я обрезала, я не замазываю каждый вот прям вот так вот, а просто вот марганцовку развожу и вот обрабатываю вот так. То есть брызгаю, туда попадает. Вроде вот не видела я там, чтобы что-то заводилось. Потом еще притрушу золой. То есть и срезы обработаются, и как бы питанием получится для растений. Марганцовку я по дозировке не развожу, просто вот покажу в ведре. Ну такой вот, не густой, но средний такой вот раствор, как вам, чтобы удобно видно было. Дозировку что-то я никогда не соблюдаю. Я вот так вот просто взяла, да развела, чтобы не сжечь. Обрабатываться, конечно, надо. Мало ли микробы сейчас, которые себе просыпаются. Червячок засыпать надо его, пусть работает. Вот в том году у меня вот эта роза, она не плетистая, она кустовая. Она у меня вырастала всегда, ну где-нибудь метр, даже до метра она не вырастала. Она тоже густо набита, но, к сожалению, не знаю название. И вот я решила просто вот эти палки пригнуть, пришпилила, и как бы под травой они засыпаны, только перезимовали. Вот это, конечно, пятна, я не знаю, что это такое. В том году одну такую вот на плетистой у меня была, то есть я ее оставила. И ничего она, вот вроде почки, смотрю, живые тут. Пойдут, ну не пойдут, так обрежу тогда. И вот еще с одной проблемой столкнулась. Вот это поработали мыши. Даже не знаю, вот на следующий год надо будет что-то отраву, что-ли, кидать. Вот сейчас тоже хочу попробовать, уж не буду срезать. Хочу попробовать этим средством замазать. Купила в Абе, это какая-то искусственная кора, то есть для деревьев. Попробуй замажи, если уже будет сохнуть, тогда придется срезать. Жалко, конечно. Но роза очень красивая. Она как на Гертруду Джекилов похожа. Но точно на знание не знаю, конечно. Здесь даже поели. Я сначала думала, это плесень какая-то. А это прям погрызанная кора. Что прям даже их колючки-то не пугает. Плетистые розы, конечно, еще не осматривала. Может, их тоже поели. Но первый раз с такой проблемой столкнулась. Даже не знаю, как они так могли. Ну, попробую замаживать этой искусственной корой. Первый раз, честно говоря, купила. Посмотрю, как она подействует. То есть вот еще другие розы. Некоторые уже обработала. Кто-то на хорошо призимовал. Кто-то, я не знаю. Но они нагонят массу. Лишь бы только почки вот эти были жилы. Раньше как-то переживала я, что кустик вроде маленький такой. А ничего, потом вырастает нормально. Пойдет. Лишь бы пару почек на кусте было. И они нагонят свою массу. Вот эта роза тоже из-подворья. Первогодка. То есть первую зиму зимовала. Роза очень красивая. Юбилей принца Монако. По-моему, такая, да. Маленьким кустиком сажала. И она вот... Ну, конечно, зря было с моей стороны, что я ей дала цвести. Может быть, вот еще и это ее ослабило. Ну, а так нормально. Я считаю, что призимовали нормально. Не на пятерку, конечно. Ну, ладно. Хотя бы так. Ну, на этом пока все. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok